Приветствую вас и давайте разобьем проблему на несколько моментов. Первый момент заключается в вашей свекрови, второй момент заключается в вас самой и третий момент заключается в вашей семье. Значит, первый момент, что касается вашей свекрови. Значит, здесь ситуация следующая. Свекровь, будучи пожилой женщиной, воспринимает вас как угрозу для себя, как угрозу для своей дальнейшей жизни. Почему? Потому что она боится потерять свою значимость, она боится, что ее сын будет все внимание направлять на вас, а ей не останется, вообще говоря, ничего. И это одна из основных причин, по которым она так себя ведет. Дальше. Следующий важный момент. Если вы испытываете на себе негативное влияние свекрови, это значит, что она вас также ревнует. Она ревнует вас к своему сыну и связанная с тем, что, по ее мнению, ну, вообще говоря, ни одна женщина, знаете ли, недостойная ее любимого мальчика. И с этим вам также придется смириться, если вы планируете, ну, дальнейшую жизнь с вашим мужем, с которым вы, я надеюсь, находитесь в полном согласии и не ссоритесь на эту тему. Хотя и там есть некоторые проблемы, и эти проблемы я так же постараюсь разобрать, но чуть-чуть позже. Значит, мы понимаем, что свекровь старая пожелая женщина, которая, скорее всего, уже чувствует, что ее жизнь близится к закату, и она, в общем-то, активно цепляется на нее. Она активно цепляется на жизнь, чтобы выжить из нее все. И она не смотрит в этом ни на вас, ни, скорее, даже на собственного сына. Это вот, чтобы вы могли понять, насколько для нее безразлично то, что чувствуете вы, и то, что чувствует ваш муж, скорее всего. Почему же так? Спросите вы. Дело в том, что если бы она волновалась о том, что чувствует ее сын, ну, она бы определенно не вредила бы ему своим таким поведением. А ссоря с вами, она не может не оказывать негативное влияние и на жизнь вашего мужа, конечно, тоже. Это значит, что она не ненавидит вас в прямом смысле этого слова. Она скорее, она скорее вас воспринимает как средство. Вы для нее средство для решения каких-то своих задач. И она не лично вас ненавидит. А ей не нравится, ей неприятно, ее не устраивает, что она не может получить что-то, что ей ненавидит. Проблема в том, что даже если бы вы делали то, что она хочет, если бы вы были для нее идеальным человеком, все равно она бы начала повод к вам придраться. Просто потому, что человек изначально не настроен на то, чтобы все у вас было в порядке. Это нужно понимать. И поняв это, вы уберете личностную оградку вашего взаимодействия с ней. Поскольку мы постепенно пришли к вам, то давайте в этом направлении и продолжим. А вы понимая все то, что я сказал ранее, в обязательном порядке начинаете идти к тому, чтобы менять свое поведение по отношению к прикрови. То есть не нужно перед ней лебезить, не нужно пытаться ей понравиться, да? Вы знаете, что вы много чего делали и не смогли. Не нужно пытаться ей во всем угодить, это еще в большей степени обострить конструкцию. А что нужно делать? Ну, завести себя спокойно, вездливо, выдержанно, достойно, но при этом бесконфликтно и главное проявлять безразличие к тому, что она вам говорит. потому что это все лично окраски. То есть это направлено не на вас, а на саму себя. То есть она сама с собой пытается решить какие-то свои проблемы. Вот этот аспект вам нужно для себя уяснить. Теперь дальше. А дальше в том, что касается вас и вашей семьи. Я об этом хотел, если помните, сказать и собственно я об этом собираюсь немножечко подробнее сравниться на этом. Дело в том, что вообще говоря вашу семью защищает мужчина. То есть именно муж несет ответственность за то, что происходит в вашей семье. Судя потому, что вы описываете, судя потому, что вы говорите, человек не очень-то хорошо занимается защитой своих семей. И вот здесь есть ключевой момент. Почему мужчина не отграничивает свою семью от своей мамы? Что ему мешает это сделать, что не дает, какие препятствия на этом пути? И чью сторону вообще говоря он занимает? Вам нужно в этой достаточно тонкой, но, к сожалению, распространенной ситуации занимать четкую, лаконичную, но демократичную позицию. А именно, сказать своему мужу примерно так. Дреголь, я уважаю твою маму, в конце концов, благодаря ей у меня есть ты, но твоя мама меня не любит. Я понимаю, что она хорошая женщина, я понимаю, что она, наверное, лично ко мне ничего плохого не имеет, но она очень много генерирует негатив. Я живу с тобой, я не живу с ней, я не хочу жить с ней, поэтому, пожалуйста, огради нас с тобой от нее. Сам с ней общайся как хочешь, и сколько хочет твоя мама, и, безусловно, ты ее любишь и хочешь быть с ней, но я не хотел бы с ней пересекаться, именно потому, что она очень расстраивается, когда меня, например, видит. И все. То есть вы имеете право защищать свои интересы, свои личные границы в этой ситуации, вы имеете право заботиться о своем комфорте, о своем благополучии, о своем хорошем настроении и так далее, это ваше право. И в этом праве вас ограничивать не может никто. Никто не имеет права вас в этом ограничивать. но важный момент, что если мужчина этого делать не будет, то есть он не будет защищать вашу семью. Вот в этом случае, в этой ситуации, к сожалению, есть некоторые проблемы. Дело в том, что в таком случае, в случае невозможности мужчины защищать свою семью, вам придется делать это самостоятельно. И если вы пребывая с мужчиной и даря ему свое время, свою ласку, свое тепло, заботу и любовь, будете получать от его мамы негатив, то в таком случае вы можете и имеете полное право сказать твоему супругу о том, что ну, как он не может защитить свою семью и оградить ее от третьих лиц, любых третьих лиц, в частности отмана, то вы не видите иного выхода, кроме как оградиться самостоятельно и если он не хочет ограждать вас, значит вы сделаете это сами, в том что оградитесь от него, то есть вы создадите риск того, что мужчина может вас потерять и вот тогда если он вас любит он начнет что-то делать он начнет как-то пытаться ограждать вас от своей мамы и защищать вас если у него чувств к вам нет и ему все равно что с вами происходит ему все равно что его обижает вас тогда он не будет ничего делать но и отношения такие не принесут вам никакого счастья я надеюсь это тоже достаточно понятно для вас то есть не нужно жертвовать собой своим достоинством своими интересами своими границами гордостью и самооценкой ради мужчины который не может вас защитить от не самого опасного в общем-то человек от своей земланды при этом от того как вы поставите себя насколько четко и ясно вы выразите свою позицию по своей крови во многом наиск ваших будущих потому что мужчине важно понимать что вы не против его мамы что вы не ставите его перед выбором либо вы либо она а что вы просто защищаете себя и если первое вы делаете не вправе то второе очень даже вполне вот так можно ответить на ваш вопрос надеюсь что помог вам если какие-то вопросы дополнительные остались обращайтесь в личку помогу если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего доброго и удачи 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 удачи